Войн, лихой, наконец, чубом. Современники запомнили князя совершенно другим. Как же мертвое сраму не имут? Святослав производит впечатление полностью человека прошлого. История как будто смахивает его со своего пути. А кто пригласил Святослава в большую политику? Или он сам себя пригласил? Нет, конечно нет. Вождю русов предлагалось совершить поход в Болгарию, и в счет этого похода выплачивалась вот эта сумма. Его имя осталось в веках как победителя хазарского каганата. Как он смог быть в трех местах одновременно? Говорить о том, что это Святослав, это нет никаких оснований. Разгромили Итиль, Семендер, вырубили все виноградники, жители попрятались. Судьба всех, как я говорил, неприступных крепостей это быть разоренными и взятыми при помощи русского оружия. Многие христиане покинули. Киев перебрались от репрессий в другие области Руси. Он хотел даже столицу из Киева перевезти, по-моему, в Переславец на Дунае. Какое стратегическое значение имел для Древней Руси разгром хазарского каганата? Хазарская стена рухнула, и эти орды как раз перекочевали на западный берег Волги, затем Дона. Как он погиб и поучаствовал ли тут Византия? Очень странно для такого, ну, в то время уже достаточно опытного и решительного полководца, как Святослав, расчленить, во-первых, свою армию. Здравствуйте, дорогие зрители «Честной истории». Снова мы с вами с Сергеем Эдуардовичем. Салют любителям русской истории. И сегодня мы говорим о теме, которую немножечко упустили в прошлое наши выпуски, как-то вот прошли по касательной, но поняли, что это важная тема, и мы не можем к ней не вернуться. Мы поговорим про князя Святослава. Кем он был? Какие походы он совершил? И какое значение эти походы имели для будущего развития Древней Руси? Сергей Эдуардович, вот князь Святослава очень часто представляют, как такой воин, лихой, наконец, чубом. Вот все памятники, которые ему ставят сейчас и в России, и на Украине, выглядят примерно так. Ну и, собственно, в описаниях такой упрощенной истории школьной, истории для детей, он выглядит именно такой личностью. Скажите, вот, а каким он все-таки был, как воин и как политик? Ну, смотрите, тот образ, о котором вы сказали, неважно, в художественных ли романах, в фильмах, в скульптурах и так далее, вот, он восходит к летописному отрывку известному, который описывает внешность и поведение князя. Ну, возможно, не все помнят, поэтому я зачитаю он. Итак, что пишет летописец? «Князь Святослав возрос и возмужал, и нача вои совокуплять им ноги и храбры, то есть собирать дружин. И легко ходя, а кепардус, то есть как гепард, воины много творяши. Ходя же, воз, бо по себе не возяши, то есть обоз не брал с собой. Ни котла, ни мяс варя, но потонку, изрезав конину или зверину, или говядину, на углях и спек едаши». То есть во время похода охотился там или каким-то образом добывал, может быть, путем грабежа, значит, какие-то стада. Ну, в общем, питался тем, что давала война. «Не шатра имееши, но подклад по стеллаше, то есть постелал плащ, а седло в головах. Так и же и прочие вои его в себяху. И посылаши к странам глаголя хощу на вы идти». Ну вот, да, безупречный такой образ, можно сказать, рыцаря. Спартанец, я бы сказала. Спартанца, отчасти, да. Но надо понимать, что историзма в этом летописном отрывке не больше, чем, скажем, в полотнах мастеров возрождения, ну, каких исторических, вы, наверное, сами можете вспомнить, где на них, допустим, нарисуется время Александра Македонского, там или, допустим, какие-то римское, значит, древнеримское время. Но все воины одеты там в костюмы итальянских кондотиров, доспехи. Понимаете, это образ вот этого неутомимого князя-всадника возник, скорее всего, уже в конце XI, начале XII века, вот когда писал летописец, когда конные дружины вошли в обиход, стали повсеместно распространены. Ну, мы об этом говорили в одной из наших передач. Вот, но современники запомнили князя совершенно другим, сидящим в ладье, сражающимся в рядах пешей фаланги. Судя по этим описаниям, князь был, ну да, храбр, но в то же время небезрассудно, храбр, расчетлив, его храбрость была расчетлива. Он далеко не всегда предводительствовал войсками, иногда посылал вместо себя в бой воевод. Известно, что он, допустим, уклонился от поединка с императором Иоанном Цимисхием, который предлагал ему решить дело в этом поединке. Ну и кроме того, на всех своих врагов он обрушивался, как снег на голову. Вот, и лишь один Иоанн Цимисхи единожды получил от него вот это выразительное «хочу навы идти». Поэтому этот образ, повторяю, далеко не соответствует историческим реалиям, а скорее выдержан в духе дружинной поэзии конца XI века, начала XII, но в том же слове о полку Игореве и в некотором другом древнерусском фольклоре, скажем, бег конных дружин действительно наши древние песнопевцы или как их назвать, поэты любили приравнивать к бегу волков или гепардов. То есть все эти образы взяты уже из более поздней дружины поэзии. Понятно. То есть знаменитая «иду навы» было сказано лишь единожды. Да. Да. Это сюрприз. А теперь давайте все-таки поговорим про походы, которые совершил князь Святослав. И не только как отчаянный воин, но и как, наверное, мудрый политик. Ведь зачем-то он выбрал направление этих походов и определенную их последовательность. И более того, он смог разгромить Хазарский кагонат. Но давайте начнем с его молодости. У него была мать Ольга. Абсолютно историческая фигура. Мы ее тоже обсуждали. Достаточно длительное время она была регентом при князе Святославе. А вот какое событие ознаменовало конец этого регентства? Что историкам известно про это? Ну, даже согласно повести временных лет, как-то не старались подчищать, что называется, хвосты. Но все-таки там осталась вот эта вот линия противостояния матери и сына. Драматическая весьма. Даже согласно повести временных лет, ну, вот монахи-летописцы постарались все-таки сгладить углы этого противостояния. Однако из летописей пропавших, но которые держал в руках Татищев в начале XVIII века и делал из них выписки, вот известно, что противостояние Ольги и Святослава было очень драматичным и привело фактически к катастрофе. В чем это выражалось? Ну, дело в том, что Ольга, это не была какая-то, знаете, такая тень на княжеском дворе. Вот это была полновластная княгиня, которая, можно сказать, узурпировала власть, но Святослава не допустила его. Прежде всего потому, что Святослав упорно отказывался креститься. В летописи сохранилась беседа, как Ольга уговаривает его. Вот он выдвигает такой аргумент, что если я крещусь, моя дружина смеяться начнет. То есть вот это вообще проблема, которая не только в русской истории, но, скажем, в болгарской истории перед крещением Болгарии та же самая дилемма. Была, то есть вот это вот милитаризованное дружинное общество с крайним подозрением относилось к учению христианства, которое учило подставлять другую щелку, и так далее, и так далее. То есть для воина эта мораль была совершенно, ну, даже смехотворна. Святослав не зря говорит, смеяться начнут. Ну, не военная мораль, как когда пойдем с тобой на хазар, подставишь там вторую щелку, и так далее, и так далее. И, скажем, болгарский царь, Борис, при котором Болгария крестилась, это девятый век, середина, вот он даже делал специальный, очень длинный вопросник, называемый вопросник царя Бориса, он отправил к римскому папе Николаю, тогдашнему, где вот эти вот вопросы были прямо подробно прописаны, как христианцы, как церковь смотрят на то-то, на то-то, на то-то, на такие-то воинские обычаи, и так далее, и так далее. И папа, значит, подробно на многих листах на это отвечал. К тому же Святослав, правда, тогда был таком подростковым, юношеском возрасте, и, скорее всего, конечно, он не был самостоятельной фигурой в этой борьбе. Скорее всего, все противники христианства, которые существовали тогда в Киеве, они выбрали и сплотились вокруг него, как вокруг знамени. А он лишь какое-то время был вот таким знаменем, который выставляется вперед. Но когда он возмужал, он стал уже более активно противиться планам Ольги, потому что Ольга хотела ни много ни мало, как действительно осуществить первое крещение Руси по-настоящему. Вот она строила церкви, проводила такую, но, правда, она постепенную такую политику проводила, не как князь Владимир, более постепенную. И вот это противостояние настолько обострилось, что, согласно пропавшим летописям, о которых я говорил, в Киеве вспыхнуло восстание, которое возглавил как раз Святослав. Вольно, невольно, непонятно. Это какой год примерно? Значит, это где-то около 965 года. И это восстание окончилось поражением язычников и их изгнанием из города. Ну, кстати говоря, вот тот же Борис, который я упоминал, болгарский царь, тоже повздорил со своим сыном Владимиром, язычником стойким. И когда Владимир проиграл, он его, значит, удалил из столицы. То же самое сделала Ольга. Она выгнала Святослава и фактически заупировала полностью власть. И вот именно с этого момента то есть Святослав не предполагал быть так рано полководцем каким-то и так далее. Но сама судьба как бы поставила его на положение князя-изгоя. И он первым делом вынужден был искать себе какой-то удел, за который он мог бы зацепиться. И естественно, эти поиски привели его в район Тмутаракани, где с давних пор существовали русские фактории, поселения. Та самая Черноморская Русь. Ну, еще в устье Днепра тоже. Мы об этом говорили. Вот тут-то и начинаются его первые подвиги. В летописи об этом сказано очень кратко, без всяких подробностей. Поход на Касогов. Это одна из народностей Северного Кавказа. К счастью, в XIX веке такой ученый Ногмов, он был из адыгейцев, он записал предание кабардинского народа. Ну, правда, конечно, это уже не совсем адекватный памятник, поскольку записан в XIX веке, но тем не менее историческая основа у него была. И вот если принять его внимание, эту историческую основу, то дело выглядело скорее всего таким образом, что вначале Святослав вместе с Тмутараканской дружиной совершил поход на Касогов, покорил их, захотел покорить Адыгею, но, значит, эта борьба как бы закончилась ничем. И в конце концов Святослав предложил адыгам союз. И вот уже в союзе с адыгами он предпринял поход, первый поход против Хазарского Каганата в район города Саркел, ближе к Нижней Волге, будущая Белая Вежа. Ну, это была очень важная крепость, которая запирала как бы донскую горловину от русских судов. И в свое время она была построена почти сто лет назад. Ну, о важности этой крепости для Хазар говорит то, что Хазари пригласили для ее постройки ведущих византийских инженеров во главе с родственником императора. То есть она была возведена по всем правилам тогдашнего фортификационного искусства. Это была очень мощная крепость. И вот она как пробка запирала донское судоходство, и русам очень мешала, конечно. То есть русы по Волге должны были идти. И по Волге. Ну, в том числе там можно сделать ответвление Волоком и по дону тоже спуститься. На карте покажу, да. Ну, и, соответственно, из Мутуракани тоже можно по дону наверх плавать. Ну, в смысле, можно было бы плавать. И вот эти совместные, значит, русо-косожско-адыгейские дружины атаковали Саркел. Вот. И, как свидетельствуют археологические раскопки, как раз относящиеся к середине X века, там весь город этого времени это сплошное пепелище. То есть выжгли всех в плен, вели? Да, согласно. Ну, помните, я читал обычаи войны русской, русов, точнее. Да. Пощады никому. Была у нас такая передача. Все, население вырезается и, значит, в плен уводится. Остаются одни развалины. Ну, косоги-адыги, они ничем не отличались, так сказать, по своим повадкам. Вот таким образом кончилась жизнь эта крепость, потому что судьба всех, как я говорил, неприступных крепостей это быть разоренными и взятыми при помощи русского оружия. На этом месте вскоре возникли уже чисто славянские поселения и там разросся уже славянский город, ну, можно сказать, русский город, который получил название Белая Вежа. После этого был еще короткий набег против вятичей. Почему? Потому что вятичи это одни из первых славянских племен, которые покорились хазарам и покорились, как, видимо, не путем военного принуждения, а, скорее всего, в силу того, что покорение хазарам было выгодно вятичам. Мы с вами говорили вот в этой рязанской земле вятической там масса кладов арабских монет, которые как раз поступали туда благодаря тому, что хазары осуществляли покровительство волжской торговле, волжско-донской торговле. Это был торговый путь, насколько я помню. Вот поэтому вятичи это то славянское племя, которое дольше всего и как бы преданнее всего держалось за хазарского кагана, дольше всего противилось власти киевских князей. Уже все славянские племена были покорены, и только вятичи оставались еще долго. Даже уже Владимир Мономах в начале 12 века еще вынужден был два похода против вятичей предпринимать, чтобы окончательно провести их в киевское или в русское поддонство. Вот на этом как бы молодость Святослава заканчивалась. Это, конечно, были такие хорошие вступления во взрослую жизнь, но все-таки это были региональные такие походы, региональные походы. И тут Святослава пригласили в большую политику. А кто пригласил Святослава в большую политику? Или он сам себя пригласил? Нет, конечно, нет. В 963 году в Константинополе умер император Роман II. У него остались малолетние дети Василий II и Константин VIII. Они поступили под опеку матери своей императрицы Феофану. Очень скоро власть перешла к удачливому полководцу Никифору Фоки, который провозгласил себя императором. Ну, согласно описаниям современников, это был такой коренастый, достаточно такой плотный мужчина, смуглый, черноволосый, совершенно шерстяной, заросший волосами, крепко стоящий на своих ногах, как колоннах таких, значит. Но, несмотря на такую внешность, это был такой монашествующий солдат. Он даже дал обет монашества и воздержания в свое время и намеревался уйти в монастырь, но ушел он не в монастырь на престол, за что ему афонские монахи пеняли потом. Но, что касается его государственных талантов, это был выдающийся полководец, государственный деятель, именно с него Византия начинает новый подъем, новый подъем, который привел к расцвету, новому расцвету империи в 10-11-12 веках. Он очень быстро отбросил арабов от границ империи, от Малой Азии, овладел Кипром, Критом, точнее, не овладел, а очистил от арабов эти византийские бывшие владения и после этого переключил свое внимание на Европу. А в Европе одним из главных, ну, наиболее близких, что ли, врагов для Византии была Болгария. В Болгарии в то время правил, как его звали, Василевс Болгар, Петр. Ну, вообще, это был такой достаточно мягкий и даже безвольный человек, ну, скажем так, мягкий человек, безвольный политик, большой поклонник византийской культуры, набожной, его болгарская церковь потом канонизирует в качестве святого. Он вроде бы не представлял никакой опасности для Византии как правителя. Вот, но все-таки Никифор Фока решил, что настало время Болгарию, что называется, к ногтю прижать. К тому же, как раз в это время против Петра поднял восстание один из его воевод Никола Шишман и отколол от Болгарии. То есть, Болгария разделилась на два царства, западную и восточную. Восточный остался Петр, а в западной этот мятежник правил, уже больше распространяя власть на Македонию, западную Болгарию. И Никифор Фока решил расправиться с восточной, прежде всего, Болгарией. Но все-таки он не хотел делать это силами Византии, потому что в любой момент арабы могли начать новую войну, армия требовалась постоянно на востоке. И вот он решил как бы доставить неприятности Болгарии чужими руками. Кто для этого лучше всего подходил? Как раз молодой русский князь, который только что проявил себя как удачливый полководец, сорви голова такой. Естественно, Никифор Фока знал, что он Святослав не киевский князь. То есть он ничем не рисковал. Даже в случае победы Святослава Святослав со своей мотараканской дружиной никакой угрозы для Бизантии представлять не мог. То есть это было наемничество, правильно? Ну, фактически да. Фактически да. И вот весной 868 года в Херсон прибывает императорский корабль. Херсонес. Ну, тогда он Херсонес. Я буду говорить все-таки Херсон, потому что в это византийское время он так назывался Херсон, хотя это более поздние Херсонес уже. Ну, это Екатерина Спотемкина, по-моему, плохо знали географию. Нет, нет. Ну, это просто этот город немножко менял свою фонетическую форму. Все-таки в то время он был Херсоном. И вот туда прибывает корабль с императорским послом, где Херсонским властям дается следующее задание. Значит, корабль привез предложение императора, которое подкреплялось 15-ю кентенариями, это византийская мера веса, золото. Это примерно 455 килограмм. Предложение было следующее. Значит, вождю русов предлагалось совершить поход в Болгарию, и в счет этого похода выплачивалась вот эта сумма. Ну и Никифор Хока думал, что в любом случае Святослав, этот набег в любом случае окончится он поражением или победой. Это будет только в интересах Византии, потому что Болгария все равно будет занята этим. Ну, Святослава не пришлось долго уговаривать. Его клич, как пишет византийский современник, который впоследствии оставил очень подробную историю этих походов, Лев Диакон. Его клич, как он пишет, взбудоражен все молодое поколение тавров. Ну, тавры, тавроскифы, это вот такое литературное историческое название, которое византийцы продолжали присваивать русам. Ну, по имени народа, который впервые там в Крыму... Это был призыв в армию, этот клич? Правильно? Нет, ну, это вот как раз, ну, как атаман. Клич бросал, и кто там к нему придет, тот придет с этой ватагой устремлялся. то же самое примерно и здесь. Ну, согласно Лев Диакону, там чуть ли не 60 тысяч молодых людей собралось под стягой Святослава, но это, конечно, преувеличение. Но вот, к счастью, мы можем рассчитать количество или число дружины Святослава, исходя из вот этой суммы, которую я назвал. Дело в том, что где-то за полста лет, в 911 году до того, 700 русов, ну, мы знаем, что русы уже со времен первого договора 860 года привлекались на службу византийскую армию. И вот в 911 году 700 русов, 700, участвовало в одном из походов византийской армии, и в награду они получили один кентенарий золота. А сейчас у нас сколько обещано? 15 кентенариев. То есть, понятно, каждый может в уме прикинуть, речь может идти примерно о 10 тысячах бойцах, бойцов, которые вместе со Святославом стремились в Болгарию. Это о каком времени мы говорим? То есть, какой время 1969 год. 1969 год. Да, начало. А если вернуться немножечко назад, вроде бы был какой-то договор 1967 года между Святославом и Византией, как раз, когда шли переговоры об этом походе. Ну, вот это и есть. То есть, они каким-то образом скрепили этот договор? Ну, мы не знаем точно об этом. Не сохранился его текст? Точных, да. Текстов не сохранилось. О договоре мы скажем. Он позднее с Цемисским заключит договор, который попал уже в повесть временных лет. Мы его знаем. Относительно этого договора ничего, кроме вот свидетельства, оставленного Львовым Диаконом, о котором я сказал. То есть, простите, я сказал 1969, 1968 год, естественно. Весна 1968 года, 1968 года, это прибытие императорского посла в Херсон, затем переговоры. И в том же 1968 году Святослав обрушивается на Болгарию. То есть, вот эта десятитысячная дружина на ладьях входит в гирло Дуная, устремляется вверх по реке. Тут, как раз в районе Доростола, это современная Силистрия, их встречает войско царя Петра. Очень, ну, русы сразу же высаживаются из ладей, вступают в бой. Очень упорная битва идет почти до вечера, болгары стоят твердо, вот, и Святославу приходится воодушевлять речью своих воинов, но, тем не менее, к вечеру русы одолевают. И город сразу же, или через какое-то время взят на копье. Но, опустошив Добруджу, Святослав, ну, Добруджа – это вот район, современный район, это и в то время он, конечно, по-другому назывался, опустошив этот район, Святослав возвращается. Почему? Потому что в 969 году до него доходит известие о том, что в Киеве умерла княгиня Ольга. Сергей Эдуардович, мы сейчас говорим про конец 60-х годов. Умирает Ольга, Святослав в Болгарии, он возвращается в Киев, но в это же время у нас, согласно летописям, происходит вообще огромный поход в Хазарский Каганат, который положил конец этому государству, ну, был таким решительным сильным ударом, благодаря нему Святослав прославлен, его имя осталось в веках как победителя Хазарского Каганата, как он смог быть в трех местах одновременно? Или это не он ходил в Хазарский Каганат? Да. Дело в том, что тут путают два источника. Ну, во-первых, повесть временных лет и русские люди слухом ничего не слыхали и знать не знали ни про какой поход Святослава в Хазаре. Дело в том, что здесь некритически воспринимается известие арабского писателя для рабоязычного Ибн Хаукаля о событиях, произошедших то ли в 968, то ли в 969 году в Хазарском Каганате. Он пишет о том, ну, он спустя некоторое время посетил этот район и застал картину полного разгрома внизу в Волге, Северного Кавказа, Хазарских владений. И он спрашивал у местных жителей, что случилось. И вот ему рассказали, что спустились по Волге русы, разгромили, погромили Волжской Булгар, Буртасов, там все эти поволжские народы и всей мощью обрушились на Хазар, разгромили Итиль, Семендер, вырубили все виноградники, жители попрятались, кто не попрятался, убит, убеден в плен и так далее, и так далее. В общем, как по-русски выражаясь, положили землю пусту. И вот это сообщение Ибн Хаукаля связывают со Святославом, исходя из ошибочного мнения о том, что он был полновластный князь в это время. Но, как мы видели, Ольга была жива, она была великой княгиней, Святослав был князь-изгой, изгнанный из Киева. Поэтому он был занят в это время в Болгарии. Это невозможно, понимаете, чтобы повоевав весь военный сезон Болгарии, он в конце осени метнулся в Киев, через верховье Волги спустился в Хазарский Каганат. Это уже, получается, там в ноябре-декабре, когда все судоходство превращалось. И не один из войсков. Прекращалось, да. То есть, ну, это совершенно невозможно, просто. Это раз. Во-вторых, в сообщении Ибн Хаукаля не названо имя вождя русов. Поэтому, опять же, говорить о том, что это Святослав, это, ну, нет никаких оснований. Гораздо более вероятно, что этот поход совершил какой-то из воевод княгини Ольги. Святослав в это время воевал в Болгарии. Ну, тем не менее, маленькая оговорка. А какое стратегическое значение имел для Древней Руси разгром Хазарского Каганата? Пару слов. Ну, фактически, это был вот заключительный аккорд многовекового соперничества этих государств, но не только соперничества, и сотрудничества определенного торгового. Не только торгового. Русы нанимались на службу Хазарскому Кагану, составляя его гвардию, скажем так. Но в то же время они прорывались сквозь Хазарский Каганат в Каспийское море для того, чтобы грабить Персидское побережье или Иранское побережье Каспийского моря. Были войны с Хазарией и так далее. Главным образом разорение Хазарского Каганата послужило на руку уже не Святославу и не Ольге, которая буквально в том же 969 году умирает. Это послужило на руку уже князю Владимиру, которому, правда, пришлось совершить еще один поход в Хазарский Каганат и действительно положить конец существованию Хазарского Каганата, потому что после похода вот этого, о котором мы говорили 969 года, Хазарский Каганат все-таки еще жил, жизнь там еще теплилась. Именно Владимир разгромил это государственное образование полностью и переял титул Хазарского Кагана, возложив его на себя. Ну, как это делали впоследствии все русские великие князья и цари, взяв Казань, царь, великий князь московский, царь Казанский, Астраханский и так далее. То есть вот эти вот венцы присоединялись к венцу русского государя. А только положительное значение имел разгром Хазарского Каганата, я потому что слышала, что он был неким щитом от степных кочевников, такая затравочка на будущую тему. А как только он перестал существовать, так кочевники сразу же хлынули. Ну, в данном случае, в данном случае то, о чем вы говорите, это относится уже к временам более ранним, по крайней мере, где-то за полтораста-двести лет, когда Хазарский Каганат действительно встал в виде такой плотины на пути у печенегов и венгров, которые толклись, эти орды толклись еще восточнее Хазарского Каганата в этих степях как бы за Каспийским морем на восточном берегу Волги. Но, как мы помним, как раз в середине где-то даже 30-е годы 9-го века гражданская война в Хазарии, когда они принимали иудаизм, это вызвало гражданскую войну, и как раз в это время разные враждующие партии Кагана и Бека, они оперлись одни на печенегов, другие на венгров. И вот эта хазарская стена рухнула, и эти орды как раз перекочевали на западный берег Волги, затем Дона, и во времена Святослава и Ольги печенеги, скажем, давно вытолкнули венгров дальше на запад, венгры ушли в район Дуная, а в северном Прочерноморье прочно обосновалась печенежская орда, состоявшая из 8 орд и 40 колен. Об этом мы скажем более подробно. Да, об этом мы поговорим в следующей теме. Кстати, у нас есть выпуск про хазарский каганат. Пожалуйста, ищите на нашем канале, смотрите, он вызвал большой интерес. Давайте вернемся к Болгарии. Святослав оттуда ушел, отъехал в Киев, какую-то дружину в Болгарии оставил, потом вернулся. Я слышала, что он хотел даже столицу из Киева перевезти, по-моему, в Переславец на Дунае. Зачем? Ему это нужно было. Была ли какая-то стратегическая мысль, или ему просто там климат нравился? Ну, тут, понимаете, вот это, кстати, тоже один отрывок, когда Святослав, согласно летописи после победоносных походов в тот район на Переславце, захвата его, говорит, хочу жить в Переславце на Дунае, не в Киеве. Это середина земли моей. Почему середина? Привет, господам норманистам. Большой, большой горячий привет. Ну, почему середина? Князь Скандинав говорит, Дунае, середина земли моей. Привет, норманистам. Очередной. Почему? Ну, здесь вопрос достаточно сложный по отсутствию твердых свидетельств. Какие могут быть предположения? Во-первых, из этого района, скорее всего, происходила родом княгиня Ольга. Если хотите, мы посвятим этому отдельную передачу. Княгиня Ольга. Да. Ну, согласно преданиям, уже поздним русским преданиям, она якобы... вот уважаемых зрителей, наверное, нужно спросить, а не только меня. Если вы хотите услышать более подробный рассказ про княгиню Ольгу, пожалуйста, пишите в комментариях. Да. Я лишь скажу, вот чему действительно имеются некоторые письменные, в том числе, свидетельства. Что Ольга происходила родом с Дуна. И, скорее всего, вот этот малый переславец, это было потомственное владение вот этого княжеского рода, к которому принадлежала Ольга. Практически бабушкина деревня для Святослава. Она ни в коем случае не была простолюдинкой, да. У нее была собственная дружина, вот, Игорь даровал ей отдельный город, с которого в пользу нее шли дани. Все говорит о том, что это была знатная женщина. Так что это, скорее всего, была родовая земля. Это раз. Во-вторых, малый переславец того времени это довольно крупный торговый пункт. Вот по Дунаю шла оживленная торговля. Вот это был один из самых крупных торговых пунктов. И сам Святослав об этом говорит, что тут сюда сходятся середина земли моей, и сюда сходятся, значит, различные товары, он перечисляет там. От Руси шкуры, ну, то есть соболиные шкуры, рабы, мед, лоск, от греков поволоки, то есть шелк, драгоценные одежды и так далее. От венгров там еще что-то, кони, лошади, там шкуры какие-то, по-моему. Ну, короче говоря, это был крупный торговый центр. Понятно. Ну, вот Святослав вернулся в Болгарию. Насколько я помню, у него с Византией отношения немножечко подпортились после его возвращения. Почему они подпортились? Изначально же он был практически византийским наемникам. Вот именно смерть княгини Ольги вдруг делает его не просто каким-то атаманом гулящим, а киевским князем и в его распоряжение поступают все военные ресурсы русской земли. А Никифор Фока, который не раз видел храбрость, доблесть русских дружин, которые в том числе в его войске присутствовали, он понимает, что это такое, что такое организованное русское войско, когда оно многочисленное. Поэтому, естественно, отношение к Святославу резко переменилось. И из союзника он становится для Никифора нежелательным таким, ну, пока еще потенциальным, но противником. Вот. И он направляет теперь все силы на поддержку Петра против Святослава. Какой переменчивый. Ну, в этом состоит политика, собственно. В политике нет ничего постоянного. И, соответственно, у Святослава даже со всеми ресурсами русской земли, военными ресурсами, я имею в виду, не хватает сил, чтобы противостоять вот уже вот этому объединенному, поддерживаемому Византии. Нет, смотрите, как раз второй вот его рывок на Балканах был чрезвычайно успешный, даже более успешный, чем первый. Он оставляет Киев, ну, как мы знаем, делит русскую землю, уезжая между своими сыновьями. Кстати, устраивает погром христианам. Археологи обнаружили на Владимирской улице в Киеве, значит, по нечетной стороне такое любопытное откопали, значит, останки христианского храма как раз где-то 70-х годов 10-го века, над которым в то время был построен языческое капище. То есть тут культурные слои сняли, да? был разрушен христианский храм и на его фундаменте построено языческое капище. Это вот свидетельство того, свидетельство репрессий, которое Святослав обрушил на христиан. И кроме того, на кладбище, значит, христианском кладбище Киева исчезают захоронения и все захоронения с крестами происходят теперь из северных районов в районе Новгорода, что, видимо, является отображением того, что многие христиане покинули. Киев перебрались от репрессий в другие области Руси. Но с другой стороны, не все христиане убежали из Киева. И более того, вот у Татищев, в летописях, которые пользовался Татищев, говорится о том, что многие христиане присутствовали в войске Святослава до самого конца. И там даже были христианские священники. Но возвращаемся. Как я сказал, Никифор Фока пытается переменить политику, начинает готовить почву для войны против Святослава. Но в это время Васильевс Болгар Петр тяжело заболевает, он уже старый достаточно человек, ему за 60. Он уходит, оставляет престол. И тогда Никифор Фока освобождает двух его сыновей, которые в качестве заложников содержались в Константинополе, Бориса и Романа. И Бориса провозглашает царем Болгар, Борисом II. Но в разгар вот этих приготовлений в ночь на 10 декабря 969 года происходит очередная случайность. В эту ночь 45-летний полководец Иоанн Цемийский с благословения матери маленьких, ну или точнее взрослеющих Василевцев императрицы Феофана производит дворцовый переворот. Воины врываются в спальню Никифора Фоки и после зверских издевательств приканчивают его. На престол вступает Иоанн Цемийский. Ну, в противоположность Никифора Фоки, если тот был темноволосый и смуглый, этот наоборот блондин, голубоглазый, вот правда тоже невысокий, но с чрезвычайно развитой грудной клеткой, силач, вот он как воин проделывал такие там необыкновенные упражнения, которые всех удивляли, ну например, дротиком мог на расстоянии попасть в кольцо. Дротик полностью пролетал в кольцо, ну и разные другие вот такие воинские упражнения демонстрировал. Но к его недостаткам относилось то, что он в отличие опять же от Никифора Фоки, который был такой аскет, монашествующий, этот наоборот напивался и очень любил все телесные наслаждения. Вот, однако именно он, именно он после Никифора Фоки как бы подхватил, в плане государственной политики подхватит его знамя и именно Иоанн Цемисхи сделает Византию снова великой державой. Очередной ее взлет. В этом смысле он продолжает политику Никифора Фоки и на Балканах, ну потому что к этому обычная государственная логика его и призывает. И вот он отправляет Святославу ну как бы послов с предупреждением, что давай-ка жить дружно. А что под собой подразумевало давай жить дружно? То есть поделиться по какой-то границе, уйти из Болгарии или как? Что это было? В чем заключалось его послание? Послание его заключалось в том, что он должен во-первых, естественно, уйти из Болгарии, скорее всего, просто придерживаться договора, договора, который был заключен с Игорем. Не более того. Это 45-й, по-моему, 44-й. Да, 1944-й. 1944-й год. Но тут уже в дело вмешались и другие византийские силы в виде сына херсонского протеона, это городоначальника по имени Каллокир, Каллокир, который такой честолюбивый был молодой человек или, может, уже даже зрелые года у него были. Ну, где-то в районе 30 лет, наверное, ему было. Так вот, он стал уговаривать, но дело в том, что Херсонес не забывал, что он имел определенную автономию от Византийской империи. И много раз он восставал против империи. И в городе вот эти свободолюбивые настроения, они присутствовали, ну, вот, особенно среди знати элиты города. Каллокир был среди таких, из таких. И вот он стал предлагать Святославу возвести себя на, ну, в смысле, его Каллокира, на императорский престол, а за это он отдаст ему Болгарию и заключит тесный договор. Всю Болгарию целиком. Всю Восточную Болгарию. Естественно, Святослав на это согласился, потому что угрозы на него, естественно, и анацемисты и не действовали. И вот в 970 году Святослав совершает второй поход, уже гораздо более масштабный, на Балканы. На этот раз он планировался с учетом опыта похода его отца, второго похода, помните, мы говорили, после того, как флот русов был сожжен сухопутного похода, был сожжен греческим огнем. Русы уже не надеялись на свои ладьи, на свой флот. И Игорь второй поход предпринял по суше. Святослав сделал то же самое. Он повел с собой дружины Киевские, дружины Черноморской Руси и даже заключил союзы с печенегами и венграми. Причем женился даже на венгерской княжне для того, чтобы обеспечить этот тесный сайт. Он был многоженец, наверное, да? Да, скорее всего. Как любой язычник. Скорее всего. И вот где-то он привел, наверное, в таком случае не меньше 30 тысяч человек в Болгарию. На этот раз он одерживает, опять же, победу над войском Бориса и Романа, хотя болгары опять сопротивляются упорно. Берет Малый Преслов, берет Великий Преслов. Это уже столица Болгарии. Но как он себя ведет, заметьте. Он оставляет Борису второму корону. И даже не притрагивается к царской казне. То есть, таким образом, он показывает болгарам, что он видит в них потенциальных союзников. То есть, он не хотел эти земли себе подчинить, он хотел Он не хотел делать болгар своими врагами. Но он говорил, я хочу жить в Переславце на Дунае, собственно говоря, вот это его была, видимо, программа «Максимум». Ну, с Кулакиром там, Бог знает. Максимум-максимум, дабл-максимум. Да, ну, несмотря на то, что он вроде собирался ему отдавать Болгарию, я думаю, Святослав удовольствовался бы простой данью с Болгарией. То есть, он не собирался поставить в зависимость. Не собирался ее завоевывать, он собирался вот укрепиться на Дунае, а с Болгарией просто взимать дань и иметь болгар своими союзниками. Вот. И действительно, как из последующего ясно, масса болгар, в том числе знати, перешла на его сторону. Потому что среди болгар, все-таки, несмотря на вот это вот Византии фильство, что ли, царя Петра, все-таки антивизантийские настроения были очень сильные, сохранялись. Потому что Болгария и Византия постоянно были в состоянии войн, периодических войн друг с другом. И вот, после этого, после этого новые переговоры между Цемисхием и Святославом открываются, где оба, значит, кончаются они тем, что оба друг друга говорят иду на вы. Не договорились. Святослав – Цемисхием, а Цемисхием говорит, ну, раз так, то, значит, все решится силой оружия. Но дальше Святослав действует как-то странно. Как-то странно. Он не идет со всем войском к столице Византии, которая в то время достаточно слаба, потому что Иоанну Цемисхием приходится отбиваться от арабов, и практически все его войско находится на востоке. Цемисхи приказывает своему родственнику, полководцу Вардис Клиру собрать войско в Афракии, это вот южная часть Болгарии. Покажем на карте. Южная часть Болгарии, да. 12 тысяч воинов и с ними защищать горные проходы и прочие земли, которые еще остаются незахваченные русами. И вот Святослав вместо того, чтобы обрушиться всем войскам, всей силой на это достаточно немногочисленное войско, почему-то посылает против него только часть своего войска, наверное, не самую многочисленную, под началом какого-то воевода, скорее всего, Свенельда. И эти русские войска осаждает войско Варды Склира в городе Аркадиополе. Склир, опытный полководец, он запирается в городе, делает вид, что очень боится открытого сражения. Он ждет, он ждет, пока противник разложится, что называется, потеряет нюх. И действительно, сначала русы, венгрии, печенеги, там, все, кто был, ведут себя настороженно, разбивают лагерь, но потом день за днем начинают все более дальние отлучки разные отряды ради грабежа совершать, постепенно пьянство там и так далее. И вот улучив момент, когда он посчитал, что, значит, враг достаточно уже расслабился, Варда Склир выходит в поле, причем пешую фалангу ставит в центр, создает два крыла, которым дает приказание укрыться в ближайших лесах и вперед посылает конный отряд с приказанием вступить в бой и тут же отступить, как будто обратились в бегство. Как будто это на бег. Нет, как будто их обратились в бегство и чтобы заманить их ближе к стенам. Заманить ближе. И начальник этого кавалерийского отряда блестяще эту задачу выполняет. Первыми очухались печенеги, они построились, у них все это быстро, кочевники, по коням и вперед. Они, естественно, пользуясь превосходством сил, быстро обращают вот это притворное бегство, эту византийскую кавалерию и преследуя их, упираются в пешую фалангу. Завязывается бой, в это время два крыла охватывают печенегов и, как свидетельствуют византийские историки, практически полностью печенежская орда была истреблена. Но за это время успевают построиться венгры и русы, венгры и русы, которые вступают в бой. И вот тут начинается, что называется, настоящее Месилово. Бой очень упорный с обеих сторон. Едва-едва все-таки византийцы ромеи одолевают. Но византийские историки приводят очень неправдоподобное количество поддерж с обеих сторон, преувеличивая русов, значительно преуменьшая. Но вот скилится такой византийский историк одну любопытную деталь приводит, что в византийском войске были изранены почти все воины. То есть это говорит о том, насколько ожесточенное было сопротивление. Но боеспособность потеряли и те, и те, наверное. Да. После этого цемистский отзывает варду Склира в Малую Азию, а русы, воспользовавшись этим, осенью грабят оставшуюся часть Болгарии и забегают в византийские владения. Но на этом кампания этого года заканчивается. Но в конце 70-го года Иоанн Цемистский улаживает все дела на Востоке и перебрасывает свои войска опять на Балканы. На этот раз все очень серьезно. Значит, он встает во главе 15 тысяч пехотинцев и 13 тысяч кавалеристов. Но дело в том, что в то время уже главное на поле боя главенствовала византийская кавалерия. Именно ей отводилась решающая роль в сражении. Пехота это была вспомогательной силой и, скажем, византийские трактаты того времени говорили, что следует иметь не более 24 тысяч пехотинцев. Не более. Потому что их обеспечивать, кормить, В том смысле, что этого вполне достаточно, чтобы поддержать любые усилия кавалерии. А на кавалерию делался главный упор. Но, как видим, Цимисхий даже не довел количество пехотинцев до этой цифры. И вот, разведав, что русы, опять же, по какой-то странной причине не охраняют горные проходы, войско Цимисхия быстро через эти проходы подходит и осаждает русов в районе Великого Преслава, где, опять же, Святослава нет, находится военачальник, которого византийские авторы именуют Сфанкел, Сфенгел, то есть, видимо, это Свенельд, или, скорее всего, правильно все-таки произносить Свенгельд. Сфангел, то есть, византийцы постоянно вставляют либо К, либо Г в его имя. Видимо, Свенгельд. И в русских летописях тоже такой вариант присутствует Свенгельд. Там же сидит и Калакир. Следует, опять же, очень ожесточенное сражение под стенами Великого Преслава. Но русы не выдерживают атаки бессмертных, так называемых. Это катафракты, тяжелая кавалерия. Почему бессмертные? Потому что их количество все время держалось неизменным. Если они терпели какой-то урон, тут же это же количество набиралось из других всадников. Вооружались тяжелыми доспехами. Их число было постоянно. Поэтому казалось, что бессмертное. После этого сражения русы заходят в город. Но Великий Преслав, несмотря на то, что это столица Болгарии, но она в центре страны. И как-то болгарские цари не уделяли ей особого внимания в плане защиты, укреплений. Как показывают археологические раскопки, стену ее не превышали трех метров в высоту. Наверху была такая еще приделана платформа, на которой был укреплен чистокол. Такие укрепления годились для отражения набега печенегов. Не более того. Поэтому византийцы, имея, разумеется, осадную технику, очень быстро совершили проломы в этих стенах устремились в город. И русам пришлось запереться в царском дворце. Но царский дворец там было намного более серьезное сооружение. Там стены около четырех метров в толщину. Там еще какие-то рвы и так далее. И они создали засаду. Это специальная фортификационная хитрость. обычно в такие крепости ведет узкий проход. В Пскове, если вы были в Кремле, вы можете там видеть, это такая вот, так сказать, оно, правда, к нам пришлось из Западной Европы, но та же самая система. То есть в Псковский Кремль, если вы через ворота вламываетесь, то вы оказываетесь в таком каменном коридоре. Ну, это характерно для всех крепостей, наверное, я понимаю. вы в город вломились, но перед вами новая стена, а отсюда на вас сыпется всякая гадость. Вот, вы вынуждены, значит, либо отойти, либо пытаться... Либо пожертвовать кем-то, да? Ну, во всяком случае, малой кровью это не обойдется. Вот, вот, то же самое, ту же самую хитрость применили русы. Они заманили, значит, вот в такой каменный мешок первую волну византийцев, которые на ура туда вломились. Ну, как византийские историки говорят, это стоило 150 арамейских воинов остались там, значит, в этом коридоре. Затем цемистский видя это организовал удар вот этими бессмертными. По тому же маршруту. Да, но даже эти латники ничего не смогли сделать и тоже потерпев значительный урон вынуждены были отступить. Ну, тогда цемистский поступает очень просто. Он приказывает начать забрасывать этот дворец различными зажигательными смесями. Греческий огонь только на суше, да? Нет, нет, ну, там поджигать можно было что угодно и забрасывать. Там все горело, да? Да. И в конце концов этот дворец пылает, русы выходят наружу, принимают последний бой, в большинстве с вами гибнут. Но вот Свенгельду каким-то образом хотелось спросить как раз, как он выбрался. Да, 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 вот с небольшим отрядом каким-то образом удалось уйти. Как это ясно из последующих событий, правда. А судьба Калакира не ясна. Он то ли попал в плен и был казнен по одним известиям, по другим он еще вроде действовал много лет спустя после этого. А где же Святослав? Тут, да. Где Святослав? Вот это, я говорю, очень странно для такого, ну, в то время уже достаточно опытного и решительного полководца как Святослав расчленить, во-первых, свою армию и так бездарно потерять, ну, наверное, половину войска. Не придя даже на помощь. А что он делает в это время? Вот, а он сидит. Он сидит на Дунае в середине земли своей, да, и наслаждается жизнью. Ну, каким-то образом, нет, ну, это я шучу, конечно. Получив известие о разгроме, о взятии Преслова и гибели его войска, он начинает беспокоиться, и беспокойство это выливается в такую подозрительность. Он думает, что сейчас многие болгары передумают. Передумают. Почему? Ну, действительно, что мог Святослав предложить болгарам? Единственное, это войну против Византии. Все. И вот, чтобы эти на корню пресечь про-византийские настроения, он совершает очень, ну, неприглядный поступок. Приглашает к себе на совещание 300 болгарских вельмож в Доростоле, они съезжаются, он их всех обезглавил. Да, казнит. Ну, то есть, обезглавил болгарскую, возможно, оппозицию. Да, и другую часть там, видимо, в самом городе, может быть, ну, в общем, попрятал по тюрьмам, обезвредил теми или иными путями. Ну, и действительно, как показывают дальнейшие события, ну, чисто в политическом плане, этот ход был с его стороны удачный. Болгары, ну, те, которые остались с ним, они остались с ним до конца. Враги были уничтожены или обезврежены. Почему ему уйти-то пришлось все-таки из Болгарии? К этому уже, в общем-то, предрасполагало все, потому что силы были откровенно неравные. 300 огненосных триер византийских вошли в гирло Дуная и блокировали Доростол с воды. С воды, да. Русы, опасаясь этого греческого огня, вынуждены все свои ладьи были втащить на берег. Тяжелые корабли, конечно, близко не могли подплыть, сели бы на мель. Остальное войско Цемиски осаждает. Ну, как сказать, превосходство есть. Превосходство есть, наверное, двойное. Бой Святослав не принимает? Нет, наоборот, наоборот. Видя такое дело, он пытается сразу же, в первый же день, как только войско Цемиски приближается к городу, он сразу же пытается его отбросить. Вот, но в этом упорнейшем, ну, все бои, которые были под Доростолом, они, судя по описанию, длились чуть ли не весь световой день, то есть все они были упорные, но на этот раз, значит, Святослав вынужден был отступить и вот запереться в городе. Город блокируется, все дороги Ромеи перекапывают рвами, ставятся стражи, практически ежедневно к Цемискию подходят подкрепления, силы его постоянно увеличиваются. Начинается осада Доростола, которая длилась 65 дней. Русы терпели недостаток во всем, в конце концов им пришлось даже уже на свой страх и риск однажды Святослав берет 2000 дружинников ночью садиться с ними на ладьи, уже там греческий огонь не важен, просто нечего есть. Солкушение хочется. Да, но правда довольно удачно, он опосташает окрестные деревни, набирает там какого-то провизии и на обратном пути даже наносит какой-то ущерб этому флоту небольшой. После чего цемистский говорит начальнику флота, что если еще одна такая попытка, смертная казнь. Если русы еще раз появятся на Дунае, то смертная казнь. Ну и действительно как-то это военачальника пробрало. Но правда и силы Святослава уже тогда близились к концу. Как они выбрались оттуда, из-за этой западни, мне кажется? Вот, да, и все это время в город стену Доростола, а Доростол очень хорошо был, в отличие от других крепостей, укреплен, но его постоянно долбят камнями, камнеметами, там, всем, чем можно. Вот, стены, правда, стоят очень долго, но большой урон терпят русы, которые находятся на стенах, потому что их засыпают стрелами, вот эти камни сбивают их со стен. В общем, видя такое дело, Святослав решается в какой-то момент обезвредить осадное орудие, совершает вылазку этого 19 июля. Да, ему удается прорваться к осадным машинам, он рубит ремни, но поджечь сами машины не успевает, сбегают сыромеи и оттесняют воинов Святослава. Водушевленным этим на следующий день, на утро, а это 20 июля, как раз Перуна в день, день Перуна. В этот день Святослав решает дать решающий бой. Он выводит из города все войско русов оставшиеся и закипает схватка. Ну, они строятся в свою фалангу. Стена, по-моему, была. Стена, да, стена. Тыл защищен стеной, поэтому византийцам очень трудно противостоять, как-то нарушить строй русов, ворваться в этот строй. Но в этом бою Святослав едва не гибнет, потому что, ну, по всей видимости, он сражался пешком. То есть, как я говорил, предводитель русов перед началом битвы, он был на коне. Копье бросал? Он делал символический жест. То ли бросал копье, он мог стрелять из лука или просто там, может быть, мечом указывать. Ну, мы знаем, допустим, что при подавлении восстаний древлян маленький Святослав метнул копье в их сторону, дав тем самым знак к началу сражения. В данном случае, вероятно, было то же самое. Он был на коне, но затем он всегда спешивается и встает в ряды фаланги. Это видно из чего? Что византийские писатели говорят о том, что один из отважных и таких сильных византийских воинов, всадник, ворвался или дорвался практически до этой русской стены и обрушил на Святослава удар, от которого он упал на землю. Скорее всего, все-таки Святослав стоял в рядах пешей фаланги. Он ударил его в район ключицы. Вот, видимо, сломал ему ключицу. Но от смерти Святослава спас, во-первых, щит, то есть, видимо, удар пришелся по ребру щита, ослабив его. И к тому же Святослав, разумеется, был в кольчуге. Благодаря этим двум обстоятельствам он уцелел. Был только ранен. Но повержен на землю. Вот, правда, этого византийского воина тут же убили. Но падение князя и его ранения, конечно, боевого духа не прибавляет. Яна Цеминских, да, пришлось бросить бой бессмертных, тоже без особого успеха. Но, в конце концов, в результате определенных тактических приемов все-таки русов выменили немножко от стены. И зашли в тыл. Да, зашли в тыл, после чего русы потеряли строй и побежали уже к воротам. Многие из них погибли. И вот ночь, которая последовала за этим сражением, была, видимо, самой тяжелой ночью в жизни Святослава. Он совещался с дружиной, с боярами, с дружиной, да, потому что поражение было несомненно, и делать дальше было нечего. Либо смерть, либо непонятно что. Ну, погибнуть с честью, да, конечно, можно. Вот. Но он, видимо, выяснял, как посмотрит его дружина на начало мирных переговоров. Потому что это все-таки поражение его как князя, ну, как княжеской харизмы. А как же мертвое... В языческом войске очень, ну, князю, предводителю очень важно сохранять благоволение богов. А как же мертвое сраму неимут? Или это немножко... неимут, это чуть пораньше он сказал. Он стал в другом сражении. Да-да-да, я помню, что это его цитата. Вот. Но в данном случае поражение уже случилось. Вот. А любое поражение это, значит, боги начинают терять... Веру в князя. Да. Ну, не до веры, а благословение, что ли, свое над ним, а, соответственно, и над всеми его подданными. Вот. Это опасно. Поэтому, в конце концов, принимается решение послать переговорщика, посла в стан арамии. Ну, правда, и Иоанн Цемисхи, видимо, уже понял, что лучше войско сохранить, что русы бьются до конца, лишние потери не нужны, они понадобятся и против арабов. Вот. Он с готовностью, можно сказать, откликается на это предложение, он вовсе не собирается уничтожать Святослава силами своей армии. И они достигают очень быстро следующих пунктов договоренности, что русы уходят, армии дают им беспрепятственно уйти, выводят флот. Святослав добивается того, чтобы они еще обеспечили его продовольствием, потому что у него просто ничего нет, они помрут с голову, пока достигнут Крыма. Так что ему дают хлеба на 22 тысячи воинов. Причем летописец говорит, что тут Святослав схитрил, у него на самом деле оставалось 10 тысяч, а еще больше 10 тысяч он приписал себе, говоря, что родственники покойных возьмут себе этот хлеб. Ну, такого количества хлеба хватило бы примерно на 8-10 дней, и это, кстати говоря, такая нормальная норма византийской армии, которая зафиксирована в византийских трактатах, всегда им обеспечивать хлебом солдатам рекомендовалось на 8-10 дней. А дальше они должны сами себе договорить. А дальше, как уже, да. Либо обоз подойдет, либо... И включенный в повесть временных лет мирный договор, о котором мы действительно знаем текстуально, он фактически слово-слово повторяет договор Игоря с греками с единственным прибавлением, что теперь русский князь не имеет права воевать не только в стране Корсунской, то есть в областях Херсонеса, Корсунь это Херсонес, но и в области Болгарской. Ага, на Дунае, то есть. Да, да. В остальном все тоже. Ну, это, надо сказать, для Святослава было... Тяжело, наверное. Нет, наоборот, ну, так сказать, это лучшее... Ну, исходя из ситуации, да. Лучшее, что могло с ним случиться, исходя из того, о чем он мечтал. И военно-политической ситуации. Ну, вот к этому времени как раз относится любопытный эпизод, что, гарантировав этот договор, Святослав просит о встрече со своим победителем. И Иоанном Цемисхи. И эта встреча действительно состоялась. Ну, если византийский император подъехал к месту встречи на коне со свитой, то Святослав, как пишет Лев Диакон, оставивший вот это знаменитое описание этой встречи, он подъехал в Ладье. Ну, почему? Потому что вообще Ладья, это тоже такой сакральный священный предмет для русов. Вот, неслучайно хранили в Ладье. То есть сидение в Ладье это как бы знак того, что ты доминируешь над противником. Вот тот на лошади доминирует, а этот на Ладье тоже. И все доминируют. То есть это встреча равных. Со стороны Святослава это подчеркивало, что это встреча равных, он не побежден. Я опять же зачитаю вот это вот описание внешности князя Святослава, оно, я думаю, всем будет любопытно. Так вот, Лев Диакон пишет, «Государь не уклонился от свидания и покрытый вызолоченными доспехами подъехал верхом к берегу Дуная, ведя за собой многочисленный отряд сверкавших золотом вооруженных садников». Это византийцы. Вот представьте себе этот контраст. Показался и Святослав, это греческая огласовка, приплывший по реке на скифской ладье. Ну, скифской, в смысле, русской. Он сидел на веслах и греб вместе с его приближенными, ничем не отличаясь от них. Вот какова была его наружность, умеренного роста, не слишком высокого и не очень низкого, с мохнатвой бровями и светло-синими глазами». Ну, вот, скорее всего, свои глаза, как нормальный ребенок, он, наверное, унаследовал от отца. То есть Игорь тоже, скорее всего, был голубоглаз. Дальше. «Курносый, безбородый, с густыми, чрезмерно длинными волосами над верхней губой». Ну, мы знаем эти. «Будущие казацкие усищи». Да. Ну, правда, это не казацкая никакая не мода. Это такую внешность, что ли, имели многие тюркские народы, кочевые народы, в том числе венгры и так далее, и так далее. То есть, это на самом деле такой тюркский, скорее, обычай. Ну, и угрофинские племена тоже. Те же венгры. Очень похожую на внешность прическу соблюдали. «Голова у него была совершенно голая, но с одной стороны ее свисал клок волос, признак знатности рода. Крепкий затылок, широкая грудь и все другие части тела вполне соразмерные. Но выглядел он угрюмым и диким. В одно ухо у него была вдето золотая серьга. Она была украшена карбункулом, обрамленным двумя жемчужинами. Ну, вот это вот, если помните, летописный портрет тоже князя Святослава. Его полное равнодушие к роскошным одеждам, к украшениям. В походе сложно совершать его любовь к оружию. Дорогие одежды. Одеяние его было белым, ну, то есть, холщовая рубаха, видимо, штаны. И отличалось от одежды его приближенных только чистотой. Постирался перед встречей. В отличие от своих дружинников, он, да, в чистом. Сидя в ладье на скамье для грибцов он поговорил немного с государем об условиях мира и уехал. Ну, вот это обычно современный перевод, на основе которого многие художники, там, и романисты воссоздают портрет князя. Ну, вот тут любопытно, что, два момента. Слова, некоторые, которые употребляет Лев Диакон в описании внешности или выражения внешности Святослава, имеют двоякое выражение, толкование, неоднозначное. Так, вместо безбородой допустим перевод с редкой бородой, а клок волос может свисать не с одной, а с двух сторон. И, скажем, если вы обратитесь, откроете историю государства, историю России с древнейших времен Сергея Михайловича Соловьева, то вы увидите Святослава там таким. Святослав, пишет Соловьев, приплыл на место свидания в лодке по Дунаю, причем действовал веслом наравне с другими грибцами. Он был среднего роста, имел плоский нос, глаза голубые, густые брови, но это все так же, как у Льва Дякона, мало волос на бороде, отнюдь не безбородой, и длинные косматые усы. Все волосы на голове были у него выстрижены, кроме одного клока, висевшего по обеим сторонам, что означало его знатное происхождение. Так что, видите, тут мы не можем однозначно рисовать Святослава таким или другим. Тут всегда надо понимать, что достоверного портрета Святослава не существует. Ну и хочу еще сказать, что вот этот портрет, скажем, современниками Льва Дякона, византийцами того времени, конечно, воспринимался иначе, чем нами. Для нас это достаточно привычный образ, ничего тем более скандального мы не видим в нем. Но внешность Святослава разительным образом нарушала нормы приличия, принятые в Византийской империи. В чем это выражалось? Ну вот ходить обритым наголо полагалось только шуту или фокуснику. Ромеи коротко стригли волосы только в знак покаяния или, допустим, скорби поумершим. А носить серги, не вызывая насмешек, среди мужчин могли только дети и моряки. Ну у каждого народа же свои обычаи все-таки, свои нормы приличия. Это один, кстати, из первых вот этих конфликтов культур, которые тоже надо иметь в виду. Ну и до сих пор они на самом деле существуют. Сергей Эдуардович, последний вопрос. Святослав уходит в сторону дома, в сторону Киева, но до Киева он не доходит, как мы все знаем. Он погибает. Как он погиб? И поучаствовал ли тут Византия? Как вам кажется? Да. Ну, скорее всего, скорее всего, можно предполагать, что Иоанн Цеминский в данном случае был коварен. Заключая вроде бы мир с русами, он, по всей видимости, вошел в сношение с печенегами, посулив им какую-то награду за то, чтобы русский князь не вернулся в свои владения. У византийцев действительно было достаточно такие мощные речиги воздействия в виде вот этих даров, от которых печенежские ханы никак не могли отказаться. О чем, скажем, свидетельствует император Константин Багринародный в середине X века. Он рекомендует своим преемникам, сыновьям, как раз если русы начинают питать вражду по отношению к византийцам, прежде всего, нужно напустить на них печенегов, подкупить. Потому что, как он пишет, русы, если печенеги объявили им войну, то русы почти всегда терпят поражение. Потому что в этих Днепровских порогах или уж тем более в Причерноморских степях у пехоты нет никаких шансов против печенежской конницы. И вот, ну, правда, мы имеем также рассказ летописный о гибели Святослава, о том, что якобы Святослав остался зимовать на острове Хортица. Это как раз Запорожье, да? Сейчас, город Запорожье. Там он пережил очень тяжелую зиму, зиму, голодал опять. И по весне, когда он вскрыли с льды, опять подступили печенеги и в жаркой сечи князь погиб. А свинель опять каким-то образом мы его потом... А свинель в Киев ушел. Мы потом опять его видим в Киеве. Такой очень скользкий воевод оказался. Не заходил с князем голову сложить почему-то. Так вот, да, но этот рассказ тоже исторически недостоверен по всей видимости, потому что вот мы знаем четкие даты, мы знаем, что 20 июля происходят решающие сражения 970 года. Затем следуют переговоры очень быстро и буквально в течение двух-трех дней Святослав Ачалев в начале, пусть даже в начале августа из Доростола каким образом и зачем он мог зимовать на Хортице. Ну да, он зачем-то же поплыл через Черное море, очевидно, и под Днепром. Он, естественно, доплыв до устья Днепра отпускает, ну даже летопись говорит, что он в малей дружине пошел, то есть он, видимо, отпустил всю Черноморскую руси от себя по домам, вот, и вот с этой уже немногочисленной поредевшей в боях киевской дружиной возвращается домой. Ну, это мой оглозок, ну, два, ну, три недели максимум, то есть сентябрь. Зачем ему дожидаться, когда Днепр скуется льдом, еще сидеть где-то два-три месяца, да, после чего сам себя, значит, похоронить на этой Хортице, ну, он же прекрасно знал, чем это все обернется, да. Одно дело ему, если бы ему нужно было там в какие-то узкие временные рамки проскочить и не получилось, ну, это одно дело, ну, простите, если ты выезжаешь в начале августа с Дуная, то зачем тебе зимовать на Хортице? Зачем, действительно? Какие-то версии есть? Скорее всего, ну, версия та, что, скорее всего, летописное предание, ну, вот это тоже очень поздний рассказ о гибели Святослава, и, скорее всего, просто в районе Хортицы тем же летом, на исходе лета или в начале осени состоялось сражение с этими печенегами, во время которого князь погиб. Ну, и опять же, мы имеем летописное свидетельство, что якобы из его черепа печенежских хан Куря сделал чашу, обитую, окованную, точнее, золотом, вот, и сделал такую надпись «Чужих ища, своя погуби». Ну, то есть, искал чужой земли, свою погубил. Ну, свою оставил, можно сказать. Ну, можно сказать, погубил не князя, ну, князя все войско погибло, то есть, русская земля, фактически, она была беззащитна. Какое-то время. Тут, как сказать, есть историческое зерно. Дело в том, что вот исследователи пишут следующее по поводу такого обычая. Я вам цитирую историка Липпет, по фамилии Липпетс, отражение этнокультурных связей Киевской Руси в сказаниях о Святославе Игоревиче. Он пишет следующее. «Обычай делать чашу из черепа противника был широко распространен в исторической действительности и в эпосе. Стремление подчеркнуть свою победу, воспользоваться посмертно свойствами врага и почитание его храбрости слились воедино в воинских обычаях и военной магии. При этом, так как ценилась голова именно храбрых воинов, нелетко и пить из такой чаши давали только хорошим воинам». То есть, сам по себе, скажем, череп князя действительно мог пойти на чашу. Но что касается вот этой надписи, вряд ли печенежский князь будет делать такую надпись, тем более, что она практически совпадает с посланием вот этим осажденным киевлянам в 968 году, которые якобы отправили к Святославу послание, и там содержатся буквально те же слова. «Ты, княже, чужие земли, ищеши и бледёши, освояся Ахабев». То есть, что-то смешалось дальше у летописцев. Да, так что это, скорее всего, тоже не более, чем позднейшее предание. Ну, а когда оно состоялось, видимо, для датировки этого предания возникновения имеет значение следующий факт. Под 1096 годом в летописи упоминается печенежский хан Куря. Возможно, он показывал какую-то чашу, которая, по легенде, допустим, могла из черепа, которая, по легенде, могла быть Святославовой головой. Святослав оказался очень легендарным персонажем, насколько я понимаю. Да, несмотря на все свои доблести, вот Святослав производит впечатление полностью человека прошлого. История как будто смахивает его со своего пути. Много с его именем связано легенд. И преподносится он в истории немножечко не так, как можно сделать вывод, узнав вот такие вот детали, которые мы сегодня обсудили. Дорогие зрители, пожалуйста, пишите комментарии. Мы постараемся ответить, тем более у нас новая рубрика «Ответы на вопросы», которая уже выходила на нашем канале. Дорогие зрители, оставайтесь с нами. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Семкин Корректор А.Егорова